Привет, Настяк Дан Джамс, с вами ваш ведущий Дэн, и сегодня я продолжу серию уроков о том, как создать свой сайт с меня. В предыдущем уроке мы с вами познакомились с тем, что же такое наш HTML, чему его едят, забрали сайт и попробовали построить свой собственный сайт небольшой, простенький. Вот он, как раз он перед нами. Вот мы видим страничку того, как мы сделали наш сайт. Но тут есть одно иное. Во-первых, ссылка не рабочая, переход на сайт номер 2, на страничку вторую, ссылка не рабочая. Затем, не очень все это приятно, для глаз красиво смотрится, задний фон, он у нас куда-то уехал, в отличие от того, как должен быть. АНГ у нас картинка, вот она выглядит таким образом, вот так вот она выглядит, а здесь она куда-то уехала вниз. Итак, давайте же сейчас я вам расскажу, начну рассказывать, что же такое, собственно, CSS, чем его едят и зачем, собственно, это все нужно. Ну, на собственном примере я вам сейчас и покажу, что это такое. У меня есть свой собственный сайт, называется он rapjames.ru. Ну, rapjames.ru, вот, допустим, просто входите, вбиваете, допустим, в браузер, в их пояс, тоже в Google можно вбить, вот сюда входит, вбиваете, он вам сразу открывает его. Вот так вот выглядит мой сайт, и то, что вы видите, в основном, работа как раз-таки именно CSS, то есть вот то, что открывается, эта часть, да, вот я сам, я сам любимый, Рубиня Александрович, это я, сайты друзья, соцсети, то есть тут основной роль, вот для того, чтобы сделать такой красивый сайт, все это оформить порядочным, человеческим образом, то есть на заднем фоне у нас темный экран, вот здесь вот даже эти самые картинки тоже все используются в CSS, так же, как и вот эти вот переходы, вот эта вот раскрутка, закрутка, это все именно рук делать в CSS, так же и кнопки, и так же, кстати, про сайт вы можете, это наш собственный официальный сайт, терданжем, вы можете сюда заходить, смотреть видеообзоры, игры, игры, новости, играть в разные игры, флеш-игры, и так же их искачивать, совершенно бесплатно, вот адрес нашего сайта, rexens.ru, просто вбивайте его в адрес, так же он закреплен под этим видео, так, ну давайте продолжим, вот наша страничка, а я хочу его сделать, по крайней мере, порядочным образом, вот я уже подготовил страничку, как она должна выглядеть, вот она, как-то так будет у нас выглядеть, когда мы ее построим, то есть, эту страничку мы будем использовать в качестве примера, даже может быть улучшенной, видите, вот можно и выделить, допустим, красным цветом, все, просто курсором взять и выделить, так же вот достаточно красиво все смотрится, сзади, как у нас пальма, уже картинка нормально смотрится, не то, что выглядело до этого, переход на страничку, так же работает. Ну давайте же начнем, так, для того, чтобы начать, нам нужно создать файл, ну, создать день, страничку, то есть, показатель на страничку у нас будет в page 2, как вы догадались, page 2 сейчас, даже вот если, надо подкорректировать сначала, переход на сайт 2, это у нас page 2, да, все правильно, так, вот сейчас я себе нажму, видите, page 2.ht открылось, но ничего не образилось, так как на ней пусто, вот документ, он совершенно пусто, давайте же заполним, просто берем, выделяем все, копируем все с предыдущей странички и начинаем делать, назовем ее, допустим, моя страничка CSS, давайте так даже, моя красивая страничка CSS, привет, нет, допустим, не приедем, допустим, мы даем ее просто, мой сайт. И, так же, картинку мы так же оставим, как тут она есть, и вот мы, собственно, и сделали то, что хотели, фактически, то есть, перенесли ту самую страничку сюда, вот она вот так вот выглядит, мой сайт, да, видим то, что мы сейчас прописали. Итак, давайте же займемся теперь в CSS, что это такое вообще, как это сделать. Для того, чтобы нам создать CSS, нужно обязательно создать текстовой документ названием style.css, так, да, это расширение HTML.css, это такое же расширение, как и расширение HTML, то есть, оно обязательно надо его прописывать, если вы хотите создать телеводик у него. Вот так вот будет выглядеть, мы сохранили, открываем его, здесь прописываем в предыдущем видеоуроке, я вам покажу, то есть, тут я использовал прямо вставку, делал прямо сюда. В принципе, да, можно использовать прямо так, то есть, если у вас CSS-код небольшой, а обычный CSS-код большой, вот у меня, допустим, на моем сайте style.css, у меня несколько таких файлов, то есть, их порядка где-то 4 файла, и во всех них прописана разная информация. Вот этот файл порядка 1224 строки в нем содержится, это не включая пробелы, так, пробелы, вот вы видите, да, есть пробелы между, ну, не суть. Главное, что обычно их очень много, и прописывать всю эту ерунду на каждой страничке сайта, вот, допустим, мы берем, вот, то есть, да, и здесь все это прописываем, это не очень удобно. То есть, вот здесь вот тысяча с лишним строк, которые, во-первых, отнимают много времени, во-вторых, копирование, переписка информации, в-третьих, это еще и размер файла становится гигантским, гигантским лавином. То есть, вот здесь вот, ну, не знаю, этот размер, вот, который мы пишем сейчас, пейдж, пейдж один просто, сейчас возьмем свойство прописано, да, 461 байт. А так у нас будет даже, возможно, несколько килобайт он есть. Ну, давайте попробуем все это поместить в один документ. Итак, давайте берем, значит, боди. Боди, он обозначает у нас в каждом CSS-сеге есть обозначение, а боди обозначает сам текст боди, то есть, как вам лучше объяснить, вот, идти боди. Боди отличается за весь документ в общем. Это основная часть документа. Боди – это основная часть страницы. То есть, прописывая здесь в боди, мы подразумеваем, что имеем в виду целую часть самой страницы. То есть, он отвечает за всю страницу в общем. То есть, мы здесь можем прописать шрифт страницы, какой будем использовать. Обычный тоже вид шрифта, тип шрифта, размер шрифта, какой у нас будет стандартный. Вот, допустим, на Rep. James, на моем сайте, у меня используется шрифт такой-то. Тоже все это прописано в боди. Видите, небольшой, достаточно мелкий шрифт, это все прописано в боди. Какой цвет используется в основные оттенки. И какой, собственно, задний фон. Вот, это все прописывал я в боди. Далее. Теперь давайте подключим, собственно, наш файл. Style.css, видите, здесь все правильно прописано. То есть, путь от файла Style.css в картинке. Вот картинка у нас, да. Как раз мы попали из Style.css в VNG в картинку. Следовательно, нам теперь нужно прописать путь из... Так. Теперь нужно подключить этот файл к пейдж 2. Просто давайте уберем тогда Style. И вот таким вот образом, как я вам сейчас покажу, вы будете подключать... Так. Этот файл с Style.css к своим документам. То есть, видите, у меня даже... G.Rabishems.ru у меня точно такая же штука вставил, точка CSS. Я мог вот эту вот всю строку взять, весь этот тысячосрочный документ взять, вставить сюда, вставил, и так бы он был. Да, все бы работало. Но я просто взял и, как это сказать, и сделал импорт. Импорт и домещение, так скажем. CSS документа. То есть, имеется у меня один CSS на весь сайт. И он, и все используется из этого CSS документа. На весь сайт. Он единственный. Так, ну давайте пропишем теперь. Здесь, значит, пишем мы путь к файлу Style.css. Он, в принципе, тут правильно написан, так как вот Style.css у нас имеется. Путь относительно страницы сайта, то есть, относительно page.2.hgm. Здесь мы прописываем относительно вот этого вот файла. Относительно нашей странички файл Style.css. Вот у нас он прописан уже. Также Reel Style.css обычно пишут по стандартной тайт. И также вот этот вот линк мы всегда вставляем в хэд. Даже вот лучше ставить его не прямо над тайтл, а чуть ниже тайтл. Это будет как-то более корректно. Хотя я к этому особенно на своем сайте не особенно приглядываюсь. Но, в принципе, все работает. Но лучше ставить вот так вот. Обязательно между тегом хэд его вставляют. Итак, давайте же посмотрим, что у нас получилось. Вот эту страничку, которую мы хотим делать. Да, видим. Все так же осталось. Все так же осталось на заднем фоне. Допустим, вот если мы отключим сейчас этот файл. Style.css. Вот отключили его. Загрузим. И вот видите, пропадает заднее изображение, так как мы отключили этот файл. То есть CSS там, где задний фон страницы отключен. Теперь подключаем и все, он вернулся. То есть эта строчка отвечает за подключение файла. Так, ну давайте теперь чуть улучшим вид наши собственные странички. Так, для того, чтобы улучшить. Да, давайте вернем картинку к хорошему виду, чтобы тут вот выглядело как вот на этой страничке, по крайней мере. Так, для этого просто вот здесь вот я не совсем в тот раз вам корректно показал. Это вовсе не прописывать, это в некоторых только случаях пишется. Так, тут допустим, BRBR. Так, это пишем по центру теперь. Используется также в HTML текст-центр. То есть он обозначает, он применим как к тексту, так и к картинкам. Он обозначает, что объект будет находиться в тексте, а объект будет находиться по центру. Вот сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так. То есть это я не к тому поставил, так. Это я к самому тексту поставил. Так, вот так вот. Вот видите, он у нас теперь разместился по центру. Далее давайте поставим ну, допустим, текст какой-нибудь. Вот от дуры просто беру текст с своего сайта rjms.ru и от дуры вставляю его просто сюда. Вместо вот моя самая лучшая страница, как мы писали в прошлом уроке. Так, вставил. И можно, в принципе, так же и оставить, я думаю. Также можем использовать размер текста H3. Допустим, возьмем по денджем H3 текст. То есть это достаточно такой высоткий текст. Так, здесь BR используем. В принципе, тоже эти так же можно не перевести. Так. И, значит, у нас получилось вот так вот. Вот. Достаточно хорошо теперь стало выглядеть. И так, и допустим, пропишем здесь палочку HR. HR это просто у нас горизонтальная палочка. Вот видите, у нас появилась горизонтальная палочка. Просто ничего не надо подписывать, просто берете и HR ставите. Так, далее давайте уже задний фон все-таки сделаем в культурном виде, порядочном его. Так, ну давайте. Значит, для того, чтобы ставить нам фон в хорошем виде, вот я сразу все скопировал. Но это можно скопировать, можно вручную написать. Значит, так же в CSS есть такие штуки, как, допустим, валидантность или как раз кроссбраузерность. То есть так же CSS может не на всех браузерах корректно все теги работать. Поэтому обычно иногда прописывают допустим, вот для Firefox, для Safari, Chrome и Opera. Это достаточно курентные такие браузера, которые не все хорошо отрабатывают, то есть не все очень корректно выглядит, поэтому если вы делаете кроссбраузерный сайт и хотите, чтобы на разных браузерах он хорошо отображался, даже в таких старушках, как iE, в котором вообще все плохо отображается и в котором уже браузер на дне, то можете использовать такие вот такие вот допустим, webkit, mos, segu, background size, background size, если мы просто уберем, то вот он и так будет. В принципе, он отобразится во многих браузерах, но если на всякий случай для предохранения можете прописывать себе вот такие вот гаврирую и background size. О, это значит опера, webkit значит safari chrome, mos значит mozilla, ну то есть firefox. Вот, и вот, в общем, как он будет у нас выглядеть. Мы прописали вот такой вот текст background size 100%, то есть на 100% у нас картинка во весь экран отображена. И вот так вот все выровнялось, как мы и хотели. Так, теперь давайте сделаем как-нибудь выделение этого текста, так как, вот допустим, если человек пришел на сайт, хочет что-то выделить, скопировать, то вот здесь вот допустим не очень хорошо смотрится. Для этого мы используем такой текст, как selection, вот видите, здесь уже не совсем обычный, так как две используются. Одна, две двухточи и пишем дальше selection и вот он так у вас должен выглядеть, если вы используете ноты как плюс-плюс. То есть мы используем background red, это обозначает цвет выделения, вот допустим тут синий цвет выделения и белый текст, а текст у нас будет желтым. Вот допустим сохраним так, теперь обновим страничку и теперь вот у нас так выглядит, как и было прописано background red и цвет текста желтый. На самом деле вы можете использовать не только такие названия как red или yellow, это просто я люблю такие использовать для простеньких сайтов или для примеров они как раз подходят, но если вы допустим используете вот у меня допустим на сайте используется очень много количества цветов, есть такие понятия как rgba, xml по-моему и в общем есть еще кодировка этих цветов, у меня обычно у меня используется на сайте и кодировка цветов и ну допустим даже сейчас пример вам покажу вот у меня используется тот же самый selection у меня используется 90 c541 это обозначает оливковый оттенок выделения то есть вот видите я беру выделяю аксон таким достаточно зеленым цветом выделяется но это не весь зеленый цвет это где-то ближе к оливковому также у меня много на сайте точно таких же ну допустим тут форма обозначается таким 1b1714 ну в общем есть разные варианты использования цветов также существуют специальные генераторы цветов где вы можете посмотреть как выглядит цвет зеленый в таком-то виде как выглядит в таком-то коде есть достаточно много таких генераторов так но теперь давайте сейчас приступим к самому интересному собственно попробуем улучшить вот нашу страничку мы сделали страничку как и планировали но теперь давайте ее попробуем улучшить каким-то образом для этого нужно использовать div если вы будете очень ну использовать css то вы будете уже полностью знать что такое div div это собственно объект ну или даже не знаю как лучше объяснить ну что-то типа короткие которые можно покрасить и как-то выделить так ну давайте сейчас на примере вам покажу вот используется да наша картинка mg css 1 123 g давайте ее вобьем div div то есть мы берем ее именно и div с двух сторон обозначается тот объект как обозначается div который вы выбираете также обязательно нужно прописать класс название этого div оно обычно уникальное допустим назовем его ну не знаю там картинка вот картинка лучше даже скопировать чтобы потом заново не прописать и вот теперь у вас он имеет свой собственный класс ну как вы должны как вы как можно догадаться ничего все равно не изменилось для того чтобы что-то изменилось нам нужно прописать еще это css то есть берем пишем точка точка обозначает у нас что это класс у нас есть два пометки либо id это решеточка либо класс обычно я использую класс в принципе я разницы особенно берем обязательно обратные скотки фигурные выставляем это обязательно нужно делать и теперь давайте пропишем я хочу сделать в этой картинке рамочку ну то есть какую-то рамочку хочу сделать и толстенькую там допустим свет покрасить ее допустим давайте это попробуем сделать рамка у нас обозначает текст борды борды двоеточие далее мы обозначаем ширину рамки то есть допустим возьмем 4 пикселя далее пишем soul lead есть разные варианты рамок вы можете вбить в поисковик посмотреть вот есть хороший сайт для этого называется htmlbook.ru это не мой сайт естественно я им во время строительства rockjams.ru неоднократно пользовался у них вроде сейчас какой-то другой сайт появился но тем не менее вы можете пользоваться отличный сайт видите тут вот перепишите даже себе адрес этого сайта htmlbook.ru так как здесь про все есть и php и css и шаблоны все в общем отличные валидации в общем вот эти теги даже те которые очень очень редко используются или те которые уже не используются вовсе в общем тут дополнная информация на этом сайт я им обычно пользовател рекомендую вам и дальше записываем ну допустим возьмем сделаем рамку серой grey grey обозначает серость так grey ну давайте посмотрим как это будет у нас выглядеть вот видите у нас появилась рамочка не совсем она конечно аккуратно смотрится но давайте сейчас ее лучше попробуем сделаем рамку ну даже не grey наверное лучше а green не знаю и сделаем ее допустим объемным то есть используем border radius border radius это обозначает объем ну картинки объем то есть будет ли она круглая будет ли она скруглен и вот эти вот углы запишем давайте здесь ну не знаю там допустим 10 пикселей точка вот вот видите у нас картинка стала вот такого типа сейчас побольше сделаем 8 пикселей вот вот ну собственно так вот у нас она выглядит так дальше не пошел save white и вот так вот у нас выделилась она как мы видим теперь у нашей картиночки имеется рамка то есть выглядит это все достаточно теперь выглядит красиво ссылки все рабочие вот видите нажимаем на нее переходим на сайт номер 2 вот допустим давайте начнем с page 1 посмотрим как она выглядит наша первая страничка которую мы сделали в прошлом уроке вот наша первая страничка и перейдем сразу же на сайт наш сайт номер 2 вот переход на сайт 2 вот мы мне кажется мы отлично все сделали ну не то чтобы прямо на профессиональном уровне на профессиональном уровне достаточно тяжело все это делать ну вот пока что для начала это очень даже неплохо следующем уроке я думаю с вами разобрать такие аспекты как my sql php потому что если вы допустим делаете сайт динамичный то есть вот как мой сайт trackjams он меня динамичный то есть использовать php mysql можете даже почитать что такое mysql mysql это база данных которые используют сайт то есть именно если у вас имеется mysql вы можете себе сделать форму регистрации как у меня имеется именно только если mysql и так же у меня сайт использует php то есть вот здесь реклама да это все используется php статистика мини-чат все это использует мини-чат то есть php я думаю с вами как раз разобрать это в следующем уроке также у нас есть rc-форм также не забывайте про него да вы можете заходить задавать на нем вопросы разные касательно разных тем у нас серган джам это канал не только сайт остроения тут есть разные другие темы допустим видеоигра видеоигр обзор разных товаров то есть это он не имеет особенной какой-то тематики так же как и наш собственный форум на портале вы можете просто приходить поиграть в игры почитать новости или просто посмотреть наше видео очередной раз и позадавать нам разные вопросы всего вам доброго с вами был ведущий Дэн подписывайтесь на нас регистрируйтесь на нашем сайте регистрируйтесь вступайте в нашу группу вконтакте всего доброго до скорых встреч до скорых утра до скорых subscribed